Речь идет не о наших меценатах, их никто не обижал, их никто не оскорблял. Речь идет о том, что не бывает рабочего компьютера за 14 миллионов рублей, который не будет выходить из строя. Об этом речь вел Анквап Александр Жолотинский. И чтобы выполнять гарантийные работы, фирма должна быть лицензирована производителем того или иного оборудования. Я не хочу углубляться в такие вопросы, но объективные данные говорят совершенно о другом. Этот компьютер выработал давно свой ресурс, и все последующие замены будут производиться. Через какое-то время снова компьютер будет выходить из строя. Цена на рынке компьютерных томографов разная, в зависимости от срезов. От 30 миллионов рублей, более 60 миллионов рублей. Чтобы компьютер работал. Мы компьютер в Абхазии купили в 2010 году в республиканскую больницу. Он исправно проработал 10 лет. Но после 10 лет начинаются проблемы, они закономерные. И дело не в энергетиках. Абхазские энергетики выполнили все условия, которые ставила фирма. И до, и после. Если они говорили, что нужно заменить кабель, сделать большего сечения, Абхазские энергетики делали этот кабель, который в три раза мощнее. И ни в одном случае не перегорал источник бесперебойного питания. Ни в одном случае. Если бы была виновата наша электроэнергия, то сгорел бы источник бесперебойного питания. Потом сгорел бы компьютер. Не было этого ни разу. Значит, дело в самом компьютере. Если это кто-то считает за мое неуважение к тем, кто его купил, это не так. Я сказал о другом. Что продавцы подвели покупателей. Что это не происходило никогда, или не происходит, или не будет происходить. В данной истории я остаюсь при мнении, что нам нужно купить новый туда компьютер. Продолжение следует... Продолжение следует...